всем привет рада приветствовать вас на моем канале о вязании вязаная мечта меня зовут алена и в этом видео я хочу сделать обзор журнала по вязанию который купила сегодня на сайте verena.ru еще он не выложен и думаю вам будет интересно просмотреть вместе со мной первый номер 2021 года сабрина в интернете конечно же много всего много сайтов где есть фотографии с описанием моделей но я очень люблю смотреть и в бумажном варианте листать читать рассматривать я получаю огромное удовольствие от этого и у меня появляется большое желание связать ту или иную модель вот и в этом журнале я вам покажу что понравилось мне что планирую связать и возможно некоторые модели свяжем вместе с вами итак давайте начинать в содержании журнала указаны темы очень интересные названия это первое морозная синева городской стиль энергия красного и полный релакс начнем с первой модели и это вот такой вот замечательный теплый свитер пыловер здесь сочетание разных коз и сетчатые вставки очень он смотрится интересно и за счет того что это пряжа толстая видно что это мягкая пряжа это в составе есть альпака очень оригинально получается сейчас модные опять косы и разные араны поэтому свитер мне кажется очень интересный следующая модель такой красивый цвет просто шикарный кардиган сочетание ажура и шишечек очень эффектно смотрится в принципе такой кардиган я бы связала наверно себе так следующая у нас модель ну здесь у нас такой вот кардиган очень простенький очень сдержанный ну как вот пишут стилисты и представители журнала что очень элегантно я не очень люблю без планок модели поэтому это конечно на любителя но в принципе возможно это для новичков будет очень интересная модель так следующая модель тоже несложная но она вот эффектно смотрится вещь такая получается со снятыми петлями нот есть какой-то в ней шарм какой-то связан простой резинкой со снятыми петлями тоже это для новичков идеальный вариант видите первая коллекция она вся в таких тонах гамма такая холодная но несмотря на это когда ты смотришь на свитера то они кажутся такими теплыми уютными и их очень хочется повязать связаны в основном вот эта первая коллекция в основном все свитера составе которой есть альпака или мохер вот например тоже свитер которые сочетании ромбы резинка и косы те кто любят вязать различные узоры сложные то это будет очень интересно повязать такой свитерок справа у нас такой вот интересный свитер здесь получается у нас рукава летучая мышь и при этом рукава не укороченные получается похоже на такое как пончо как по мне на самом деле вот написано что словно облачко ну да но так вроде как-то смотрится воздушно как-то легко связано эта модель единым полотном без плечевых швов в принципе сам узор тоже несложный я думаю тоже и новички справятся ну такая модель на любителя кстати я сейчас в таком формате вижу себе платье тоже рукав не летучая мышь там наборной край вернее не края набор вот так вот у меня идет по модели рука для рукавов но похоже что-то кстати на платье я возможно мастер-класс делаем так следующая модель у нас такой вот объемный из толстой пряжи свитер смотря на фотографию кажется что как будто бы здесь присутствует два цвета но это не так здесь один цвет и за счет того что толстая пряжа и вот такой вот интересный узор она дает такой эффект посредине очень красивая коса симпатичный свитерок на толстых спицах вяжется поэтому его будет вязать слегка и быстро так следующая модель следующая модель вот именно из-за этой модели я себе купила этот журнал честно говоря модель простая я люблю простоту здесь полу патентная резинка и коса на линии реглана и вот это вот коса она придает какую-то особую эффектность полуверу и вроде бы как все просто но эти скосы регланы и они очень красиво подчеркивают и дают какой-то интересный шарм так следующее у нас идет коллекция это ритмы города и здесь представлены оригинальные модели на каждый день это мечта каждой женщины и и помогут воплотить графические узоры актуальных цветов черного белого и коричневого кстати да цвета сочетание цветов очень интересное и если мы посмотрим вот на этот свитер он такой вот мне очень нравится вот если только не делает расширенный рукава то очень симпатичный здесь получается из трех цветов со снятыми петлями вяжется ну как по мне выглядит шикарно на первый взгляд кажется что это вроде как шокард какой-то но нет здесь просто чередование правильно чередование цветов и получается вот такой вот замечательный рисунок так с правой стороны у нас идет значит зубчатый узор честно говоря я не очень люблю именно зубчиками узоры почему-то я не знаю как по мне то еще в детстве такие полуверы были в каждом журнале и возможно просто они мне уже приелись и сейчас когда что-либо повторяется вот именно что касается этих зубчатых узоров то мне как-то вот на глаз она совсем не падает но это не говорит о том что кому-то это может не нравится возможно кому-то из девушек понравится этот свитерок и кстати здесь по нижней части там где коричневый коричневая пряжа тут еще вплетена нить люрекса и это нить придает изюминку своего рода может быть на фотографии то не сильно видно но если приблизить туда ну как бы так немножко выделяет так следующая модель так ну следующая модель у нас ну как по мне обычный пуловер повседневный здесь интересные араны аккуратные вроде бы как так вот но в принципе я не вижу ничего такого прямо чтобы меня это поразило или там я захотела его связать ну чересчур повседневный но есть люди которые любят такие свитера и с удовольствием его свяжут так следующая модель у нас здесь тоже три цвета которые вяжутся узор создается благодаря снятым петлям то есть тоже из очередования полос правильного вот такой вот интересные получается узор но мне такой нравится его кстати можно пустить не обязательно на свитер можно любую модель связать что для детей что для мужчин мне кажется такой узор очень симпатично будет смотреться на любой модели кстати рукава здесь обыкновенные просто у нее на фото они подняты то есть обычный свитер так следующая модель к у нас идет оттенок корицы не принужден непринужденный пуловер из элитной пряжи с кашемиром связан простой резинкой с косами до узор такой несложный но в принципе мне нравится вот иногда вот чем проще узор тем эффект не смотрится тем более сейчас по моему очень модно простота вязаных вещах хотя видите возвращаются и косы и араны и шишечки но как как по мне то я не очень люблю наляпистость поэтому свитрок этот симпатичный ну как как бы как по мне на каждый день подходит очень хорошо так следующая модель у нас это такое вот интересный не кардиган даже вязаная пальто ну я хочу сказать что смотрится симпатично но я не очень люблю длинные кардиганы или пальто но судя по тому как я наблюдаю за вязальным миром то очень многие любят кардиганы вот поэтому я считаю что тоже симпатичная модель для тех кто любит носить кардиганы или пальто еще одна моделька которая тоже интересная как по мне здесь получается узоры брешь честно говоря у меня брешь всегда ассоциировалась с шапками и с шарфами вот не знаю почему но я если брешь то вот в основном шапки я вижу связанные этим стилем ну вот я сейчас смотрю на этот свитерок и мне очень нравится очень нравится как смотрится это этот узор именно в такой модели получился по моему очень даже интересный полувер так что моделька такая тоже привлекает к себе возможную тоже свяжу так здесь у нас идут инструкции мы их пролистаем и попадаем еще на одну коллекцию которая называется как пламя здесь в этой коллекции уже будут насыщенные оттенки красного и оранжевого цвета которые поднимут настроение наверное любому несмотря на то что серые будни сейчас и зима такая вот вся даже не снежно у нас зима здесь идет в основном сочетание кос соты шишечки резинки ну такое сочетание конечно это придает данным моделям определенный стиль как по мне выглядит даже очень интересно слева вот например яркий коралловый кардиган с ромбами косами шишечками тоже для любителей вязания вот таких вот узоров по полу будет интересен с правой стороны мне нравится конечно больше такой пуловер с изящной горловиной и плетеный узор так дальше у нас идут здесь тоже магия кос симпатично симпатично но я не очень люблю пуловеры которые с горловиной высокой здесь вот например гольф воротник гольф с правой стороны для тех кто любит такие воротники по моему очень интересная модель и с левой стороны тоже такой узор ну похожий узор очень часто используют на шапках поэтому мне как бы тоже немножко уже приелся но в принципе в общем моделька симпатичная как следующий у нас два свитера ну с левой стороны мне нравится конечно же этот пуловер связан из очень толстой ниточки здесь ниточка идет в 50 граммов 60 метров вот и соответственно спицы рекомендованы это 910 не каждый наверное любит вязать на толстых спицах но я хочу сказать что те кто вяжут то на толстых спицах свитер вяжется быстро и непринужденно поэтому мне кажется что моделька очень интересная те кто любит объемные свитера толстые то очень классные так с правой стороны у нас идет пуловер с патентной резинкой и стильными косами на кокетке которые удачно подчеркивают линию плеч симпатичный но я вам хочу сказать что он вяжется не так-то легко потому что вяжется до кокетки а вот эти вот косы они вяжутся отдельно и вяжутся по-моему они сейчас посмотрим так это у нас 22 модель верно здесь частями этот свитер вяжется так пуловер с косами на кокетке где у нас тут схемы сейчас посмотрим тогда вот у нас схемы отдельно вяжется кокетка вяжется до кокетки потом кокетка рукава отдельно потом все это присоединяется и кокетка пришивается и уже далее идет набор на по кокетке и вяжется дальше то есть как бы это не для новичков новичок наверное новичком будет это тяжеловато связать в принципе пуловер симпатичный но с ним конечно надо по как бы поработать так следующая у нас модель идет спортивный пуловер с капюшоном ну такое интересно мне нравится интересные и узор и араны интересные те кто спортивные девчонки очень симпатично так и еще один свитерок слегка небрежный пуловер с резинкой и косами великолепно смотрится с воздушной юбкой из мерцающего шелка ну я не очень люблю такое сочетание я толстый свитера не ношу с тонкими например тканями но по-моему это сейчас модно очень часто встречается такая такое сочетание ну пуловер такой ну как по мне неприглядный поэтому тоже на любителя так еще один у нас одна еще коллекция одна тема называется полный релакс здесь пастельные тона уютные фасоны и приятные фактуры и вам представляется первое это шаль которая связана из меланжевой пряжи и она вяжется наверно она вяжется по диагонали так 25 так связанная по диагонали шаль да она вяжется по диагонали поэтому получаются вот такие вот полосочки ну интересная шаль в такую шаль хорошо запутаться дома тепленько хорошо так что любители вязать шали тоже могут связать такую интересную цветную шам так но здесь да у нас такие приятные нежные тона после насыщенных оттенков приятно посмотреть на такие легкие оттенки вот этот вот свитерок не очень нравится он такой женственный и видно что он такой мягенький объемный конечно но шишечки эти придают объем но здесь в составе есть тоже альпака поэтому я так предполагаю что эти шишечки они не будут смотреться грубо очень интересная моделька мне нравится так далее у нас идет кардиган так тоже вяжется из снятых петель и здесь у нас уже идет секционного окрашивания пряжи ну нежные тона очень серый с розовым сочетание очень интересная но всегда выигрыша так что те кто любит кардиганы тоже просто но интересно ну и вот такая вот тоненькая кофточка пуловер связанный из так здесь написано из шерсти альпака и нейлона превратилась пуловер чудесным ажурным узором который повторяется на снуде получается что здесь значит кофточка это пуловер идет без ворота а сверху отдельно вяжется снуд ажурный еще две у нас модели замечательные тем кто любит пышные рукава по моему очень понравится мне кажется и узор такой интересные светлый нежный красивый я такой бы тоже на связала себе и с правой стороны тоже у нас идут снятые петли так как я люблю фиолетовый цвет розовый фиолетовый и все все цвета которые связаны с этими оттенками то для меня просто смотря на на этот цвет мне он нравится уже тоже простенький не сложный но очень мне кажется смотрится красиво с такими снятыми петлями так что зимой можно быть стильными модными здесь представлено достаточно много интересных моделей в этом журнале конечно же у каждого свой вкус вот этот вот я точно буду вязать у меня есть пряжа даже остальные модели уже посмотрю по ходу там как мне уже будет складываться хочу вам сказать что если у вас есть желание то мы можем с вами связать какую-то модель вместе вы можете написать в комментариях под видео пишите какие вам понравились модели мне очень интересно потому что у каждого разное видение взгляды свои мне будет очень приятно если вам понравилась такая рубрика пишите тоже в комментариях ставьте лайки если я буду покупать какие-то или приобретать журналы я вам буду показывать будем с вами общаться и возможно какие-то модели буду вместе с вами вязать всем пока до новых встреч